Ну вот, а мы продолжаем. Мне пришлось откупаться вкусняшками, чтобы мои девочки угомонились. Так, и вот я вот так проклеила здесь эту коробочку. Теперь заверну вот так краешки. И с этой стороны так же. Ну, вы сделаете аккуратненько. Это я вам просто, чтобы показать, как это примерно выглядит. Вот. И теперь, когда это всё высохнет, конечно, это здесь нужно всё сделать аккуратненько. Такие, чтобы ровные краешки были. Всё-таки это подарочек. Вот. И теперь, когда эта коробочка высохнет, её нужно будет покрасить. Потом из такой же вот салфеточки тоже промазать, промазать её и сделать такие, ну, как ленточку, когда подарочек завязывают, красивую ленточку делают. Также берём салфеточку эту, также её промазываем, промазываем, загибаем, загибаем так, чтобы она при высыхании, вот эта вот салфетка, она становится очень-очень тонкая. поэтому я её вот аж в 4 раза. Она пока такая ещё выглядит так, как будто она такая достаточно объёмная, но когда она высохнет, она будет очень тоненькая, поэтому я её, я уже просто знаю, как эта бумага себя ведёт, салфетка при высыхании. И я её вот так обрезала. Точно так же делаются бантики. Тоже взять салфеточку и в несколько раз её сложить, смазать, сложить и потом свернуть бантик. Потому что здесь ну, мне кажется, что можно, конечно, из ваты сделать, но если у вас вата очень хорошего качества, то можно и из ватки сделать. Если она у вас такая равномерная вот такие вот ленточки. Их потом тоже раскрасить. Ну, я вот придерживаюсь сейчас такой гаммы, чтобы у меня был и красный цвет, и зелёный. Ну, все цвета новогодние или рождественские, как у нас здесь принято. Так, вот я её обклеила. И вот у меня есть такой вот готовый уже бантик, тоже вот из такой же бумаги. И просто вот сюда я его приклеиваю. Когда уже всё раскрасится, можно отдельно бантик раскрасить, можно отдельно. и вот такая коробочка у нас получается. Если это верхняя коробочка, то на неё бантик. А если вы хотите несколько коробочек, то бантик уже на верхнюю коробочку. Вот так вот это будет выглядеть. И потом можно дать или в ручки, или так же, как я сбоку, как будто бы стоит на полу где-то. Вот. Точно так же из фольги я тоже скрутила свёрточек. Мне эта бумага не очень понравилась, она очень тонкая. И я решила её, этот свёрточек, сделать плотную бумагу. Я тоже взяла красивую обыкновенную бумагу. Где-то у меня я скрабом тоже занималась. делаю тоже иногда что-то бумажки режу. Вот. Просто такой свёрточек сделать. И точно так же бумагой сделать такую же ленточку и тоже бантик. И можно дать тоже в ручки ребёнку можно взять бумагу поярче. Можно просто белой бумагой обвернуть и раскрасить её с какими-то блёсками сделать. И такой свёрточек будет очень красиво смотреться. Когда здесь будет бантик сюда приделать, если этот бантик раскрасить. И ленточки он тоже будет очень красиво выглядеть. Для игрушечки, например, красный бантик сюда сделать или голубой. И будет очень красиво выглядеть. смазать. что я ещё хотела вам рассказать на сегодня. Это по поводу молдов ещё раз хочу затронуть. Вот у меня есть вот такая фигурка ангела. Вот если у вас есть такая фигурка, то её достаточно смазать. Мне даже кажется, не надо мазать с маслом, ничем не надо мазать. Если вы будете делать с клеем пистолетом, она спокойно отойдёт. И вот это ребёнок здесь чуть-чуть подправить носик потом, допустим, и всё. Если у вас это будет, вы будете снимать молд с какой-то пластмассовой куколки, то имейте в виду, что может отойти краска остаться на молде, потому что клеевой пистолет он с пластмассовых куколок. Я знаю, что снимает краску, если вам не жалко. Вот это собственно всё на сегодня. Это был такой промежуточный мастер-класс. Я хотела вам просто показать, как делать зайчиков аксессуары всякие из фольги и ваты и из подручных материалов. И приготовьте уже готовых зайчиков, чтобы мы могли уже потом начать работу с уже готовой игрушечкой, если вы будете делать мишку или зайчика, любое, какая вам нравится. Но это видео заканчиваю я и встретимся уже на мастер-классе по нашей зайке плюс зайке. Это была Ольга, канал Бугуарт. Всем пока!